Всем привет! Меня зовут Ирина. Я преподаватель онлайн школы программирования Pixel. И сегодня мы с вами создадим грув-лайпы Bird в Scratch. Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. При нажатии на пробел наша птичка подлетает наверх. Наша задача не столкнуться с препятствиями. Если мы столкнемся, то у нас остается только счет. Мы с вами пролетели два препятствия и получили два очка. Давайте приступим к созданию игры. Для начала я удаляю нашего котика и импортирую все необходимые спрайты. Приступим к программированию. Для начала я запрограммирую логотип. Есть два варианта. Мне больше нравится второй. Начинаем с события. Когда флажок нажат, наша надпись будет показываться. Далее установить эффект прозрачность на 100. Переходим к управлению. Повторять 50 раз. Внешний вид. Изменить эффект прозрачность на минус 2. Давайте посмотрим. Отлично. Такая же программа будет у старта. Управление повторять всегда. Если иначе. Если касается указателя мыши, то мы будем изменять размер. А точнее устанавливать на 110, если касается. И на 100, если не касается. Также если касается указателя мыши, и при этом мышь у нас будет нажата. То старт будет прятаться. И передавать сообщение старта. Передать сообщение. Новое сообщение. Старт. Когда логотип будет получать данное сообщение, он также будет прятаться. Переходим к программе птицы. Когда флажок будет нажат, наша птичка будет прятаться. А когда будет получать сообщение старт, будет показываться. Теперь давайте создадим переменные. Очки. Ускорение. И труба. Задаем количество жизней, точнее количество очков, значение 0. Далее переходим в позицию минус 200, 0. Задаем переменные ускорения, также значение 0. Управление. Повторять всегда. Изменить ускорение. Изменить ускорение на минус 1. Если клавиша пробел нажата, также вы можете выбрать мышь. Если мышь нажата, мне удобнее работать пробелом. Если клавиша пробел нажата, то мы повернемся в направлении 80, как будто она взлетает. И задаем переменной ускорение, значение 8. Если мы будем касаться трубы 1 или трубы 2, то мы будем прятаться и останавливать всю нашу игру, потому что мы уже с вами проиграли. Спрятаться. И стоп. Все. Изменяем вместо. Вместо «Когда флажок нажат», когда я получу сообщение «Старт». Все. Отлично. Теперь все работает корректно. Теперь сделаем небольшую анимацию для нашей птички. Когда она получит сообщение «Старт», она начнет изменять костюмы. «Старт». Делать она это будет всегда. Каждые 0,2 секунды. Если ускорение будет меньше 0, то мы будем поворачиваться в направлении 100, как будто наша птичка падает. Убираю, скрываю переменные, которые нам не нужны, и перехожу к программе «Трубы». «События». Когда я получу сообщение, создаем новое сообщение «Труба появись». «Труба» будет показываться. Переходить в «Х210», «Ингрег» переменная «Труба». «Труба» и выбираем «Повторять пока не положение трубы не будет меньше минус 240». «Минус 240» в положении «Х». «Изменить «Х» на минус 5». Так, здесь немножечко напуталась. Здесь, когда я начинаю как клон в управлении. Когда я начинаю как клон, в конце удалить клон. А здесь, когда я получу «Труба появись», мы будем создавать клона самого себя. Также, когда клавиша флажок нажата, мы будем прятаться. Приступим к программе для «Трубы 2». Когда я получу сообщение «Старт», «Спрятаться», «Повторить 10 раз», «Ждать 2 секунды», «Передать сообщение «Труба появись» и создать клон самого себя». Когда я начинаю как клон, мы задаем переменной трубам значение от минус 40 до 200. Далее нам надо показаться, перейти в «Х» 210, «Игрек» 160 плюс переменная труба. Здесь мы можем скопировать программу. Повторять пока положение по «Х» не будет меньше 240. Изменять «Х» на минус 5. И добавляем здесь еще переменную очки. Изменить очки на 1. После этого удаляем клон. Давайте посмотрим. Первая труба у нас очень как-то высоко ушла. Давайте поменяем. Сделаем здесь минус 160. Вот так быстро и просто можно создать игру. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!